Друзья, всем привет! Сегодня мы отправляемся с Ленинградского вокзала прямиком в Санкт-Петербург. И мы отправимся в гости никому иному, как к Антону Степанову. И как нельзя кстати, у нас питерская погода, потому что в Москве до этого было солнце, все было топово. Но сейчас пошел дождь. Питер, встречай нас, погнали! И, кстати, ребят, мы сейчас находимся на Ленинградском вокзале, и здесь немного все стало более пустым. Но, несмотря на это, здесь есть один из единственных Макдональдсов, который работает, но мы, конечно же, в него не пойдем. Ну, а так, добро пожаловать в Москву. Это не про нас, потому что мы отправляемся в Санкт-Петербург. Погнали! Всем доброе утро! И вот мы находимся у Казанского собора. И это, на мой взгляд, одна из самых знаменитых достопримечательностей этого города, помимо, конечно же, Эрмитажа, Дворцовой площади и так далее. И вот буквально через полчаса мы сейчас отправимся завтракать, чтобы затем поехать непосредственно на производство к Антону Степанову. Санкт-Петербург Итак, друзья, мы прямо сейчас здесь находимся рядом с Большохтинским мостом. И позади меня тот самый цех, где находится фабрика ТСБ. Это здание было построено в 80-е годы, и это одна из частей огромного производства под названием штурманские приборы. И вот как раз-таки на втором этаже, где-то посередине, находятся окна фабрики ТСБ. Ну что, давайте непосредственно переместимся прямо туда. А мне кажется, что оно постоянно грюкает, когда мы едем. Там, по-моему, рычаг. У тебя нижняя, ой, задняя подвеска в пассажных шипнице, или так кажется? Артем, наверное, сделал экскурсию по городу. Ого, когда успел-то? Слушай, сейчас за 40 минут рассказал все. Особенно про историю этого здания. Это штурмоприборные... Штурманские приборы. Штурманских приборов. Даже есть действующий корпус. Да, да? Где они все делают. Спасибо тебе большое, что... Блин, вы встречаете нас как будто с хлебом и солью? Очень... Организовано приятно. Ну, мы так собрались, тоже прикольно. План написали. Да, план написали. Мне кажется, это поворотно. Это достойно вообще. В какую камеру смотреть? Вот, кто-либо... Еще один мемас. Это как он от себя. Не, я вообще думал, что в камеру не надо... Это мемаса, это мемаса. Это от трансформатора. Блин, я, кстати, не смотрю от трансформатора. Я тоже не смотрю, потому что это невозможно смотреть. Многие смотрят твой канал и говорят, вот, Антон Степанов, классный чувак. Но никто из этих людей не знает вообще, откуда ты взялся, сколько тебе лет, где ты учился и так далее. Поведай нам свою краткую биографию. С удовольствием. Что может быть приятнее, чем рассказывать о себе по 50-му разу? Я родился в Питере, где родился, там пригодился. Это прям про меня фразочка. Родился здесь, в центре города. Собственно, тут рос, поменял несколько школ. Но в основном все время тусовался где-то в районе центра. Самая удаленная, наверное, точка на карте от центра, это было Автова, где я учился там буквально полтора года. Потом все равно я вернулся где-то там в район Фонтанки, Бородинки. Ну, в общем, до девятого класса учился в школах, несколько школ поменял. Потом учиться мне надоело. Я, в общем-то, был геймером и задротом. Я играл в Diablo 2, там, Warcraft 3. Lineage 2 было? Или WoW? Вот все начали играть в WoW, а мне чуть не зашло. И линейку я тоже пропустил. Я, типа, как этот, зацикливался на Diablo 2, я на хардкоре играл. Я любил дуэлиться. Вот. И я, ну, в Dota, естественно, играл, когда она на базе Варика была еще. Ну, и как-то, в общем, меня это все дело засосало. Учиться я не хотел, но в школе находиться тоже было уже, ну, невозможно, тошно. Я пошел, поступил в какой-то колледж. Куда поступил, просто, типа, куда легче было попасть. Зачем? Ты, типа, специально... Ну, а какая специальность? Что-то там, ремонт какой-то техники. Мне родители еще говорили, вот, надо, типа, обязательно там куда-нибудь поступить. Будешь чинить телевизоры, мы тебе поможем устроиться там в какую-то еврейскую фирму. Ну, будешь, типа, на теплом месте. Я вот так это сейчас, конечно, вспоминаю, это довольно забавно. Но тогда, когда тебе там 16 или там сколько, 15 лет, когда ты 9 класс заканчиваешь, тебе кажется, что впереди там полная неизвестность, никакой там стабильности, опоры нет. И тебе кажется, что надо действительно, может быть, что-то где-то как-то нащупать, зацепиться за какое-то место, заземлиться. И все будет окей. Но у меня упор на это не получалось по жизни. Я через полгода из колледжа ушел. Ну, я начал косить, я просто уже ничего не понимал. Мы изучали там на алгебре какие-то лимиты, какие-то пределы. Что вообще это, матрицы какие-то. Господи, я вчера со школы выпустился, отстаньте от меня. В общем, было тяжело. Приветствую, господа. Мы в первом цеху в нашем. Это металлообрабатывающий цех. Тут происходит очень много всего. Сейчас перед ночам рабочего дня здесь удивительно пусто, тихо и чисто. И с недавнего времени у нас тут еще довольно большой складской участок именно полуготовой продукции, рамы. Потому что просто их некуда сейчас складывать. И к вопросам, которые были под нашими видосами, а что тут лежат непокрашенные рамы? Ну, просто мы собираем их всех в кучу и потом красим под те цвета, которые нам нужны. И в таком виде они хотя бы не коцуются, если есть какие-то проблемы с хранением покрашенной рамы, повредить проще. В общем, это все относится к каким-то неорганизованным нюансам, которые неизбежны для любого производства. Тут можно просто по порядку пойти. Это сверлильный станок, где, собственно, происходит сверление всяких заготовок. Вот тут даже никуда уходить не придется. Каретка. У каретки есть много мест, которые нужно засверливать. Под подсидел, под перья. Но тут еще нет отверстия под нижнюю трубу. Соответственно, там для вилок, для рулей. Все стыки сварных мест, там кроссбары и там еще что-то. Вот это просто какая-то, видимо, самодельная деталь. Тут тоже просверливается. В общем, сверлильник. Это вещь. Но он у нас такой, довольно уже бывалый. Хотелось бы что-нибудь помощнее. Дальше идет второй наш... Почему второй? Потому что он появился у нас не сразу. Первый наш токарник стоит вот здесь. Но он для более точных работ. Этот мы купили потом. И вот он у нас основная рабочая лошадка. На нем очень много производится операций. Вот прямо, чтобы такое схватить. Чтобы показать. Ну, короче, это токарник, ребят. По токарнику, я думаю, все может быть и так понятно. На нем делаются проточки ботированных труб. Например, вот тут у нас трубы. Которые кастом батинг. 2.1.2. И мы их превращаем в 1.5-1.5. Потому что 2.1.2 оказалось избыточно. Вот. И для этого используется этот токарник. Просто для проточки самих кареточных стаканов он используется. Для создания какого-то инструмента. Там штоки мы делаем двухсоставные. Но тут у меня под рукой нету. Но есть зато шток односоставной. Который, кстати, тоже давно очень мы ждали. Мы их уже затермичили. Они с резьбой под крышечку. Ну, в общем, токарник работает очень активно. Дальше. Просто участок, где хранится труба. Заготовленная под разные рамы. Все это дело расставлено. Стаканчик рулевой. Вот тоже, собственно, просверленный. Уже под перейден треугольник. Это без логотипа. Это, соответственно, для какого-то комплита. Ну, и для какой-то бюджетной рамы. Дальше идут фрезеры. И вот этот фрезер настроен на интересную операцию, на которую мы вот только-только недавно перешли. Не факт, что мы будем делать это полностью сами. Но, как бы, желание активное есть. Это 48 шлицов вал для штонов. БМХ-серский формат. Вообще его можно где угодно использовать. Шимана 2 ПК-штуны. Там тоже стальной вал. Тоже шлицевой. Просто там диаметр вала другой. Я, к сожалению, не помню какой. Но все это, что можно делать. Мы уже пробные делали. И если где-нибудь он тут нам на глаза попадется, я вам его покажу. Потом вот здесь вот вы видите стапель. Это когда-то был наш основной стапель. Мы на нем делали все рамы, собирали. Но у него было несколько недостатков. Вы сейчас их уже не видите. Они касаются задней части стапеля. Суть в том, что сейчас он работает исключительно для примерки. То есть вот здесь, вот на этом участке, помимо нарезания шлицов, тут торцуются еще трубы. И вот, собственно, перья, нижние перья для одной из рам сейчас тут подготовлены к тому, чтобы их торцевали. Также на этом и на втором фрезере торцуются все трубы. Там кроссбары, ноги вилок, передний треугольник, перья и так далее. И для того, чтобы не бегать к стапелям, на которых рамы собираются, а просто четко и быстро все примерять и проверять, тут стоит этот стапель. Он чисто для переднего треугольника. Задние треугольники на нем не собираются и не проверяются. Они проверяются уже дальше. Ну, хорошо. А вот ты какие-нибудь технические знания получил? Соответственно, в школе, в колледже, чтобы прийти и сделать свое производство. Какая-то у тебя техническая база есть в твоем образовании? Она есть, но она появилась потом. Я больше был гуманитарий. То есть мое было, это, знаешь, выйти перед всем классом первым и рассказать там что-нибудь, что надо было бы учить дома. А я это пять минут назад впервые прочитал. Я там из краткосрочной памяти быстро это выдаю. То есть вот эти общественные выступления. Там я ходил на танцы, мы там какие-то, я в литературном конкурсе в каком-то участвовал. Это было мое. То есть YouTube же в первую очередь появился, а потом производство. Вот. Но поскольку меня выгнали из колледжа два раза подряд за прогулы, вот, вариантов особо дальше не было, что делать. Надо было либо опять, извините меня, проливаться, вы запикаете. Вот. Либо перейти просто в заведение, которое через дорогу находилось от этого колледжа. Это было электромашиностроительное и профессиональное лицей. МПЛ. Вот. И там, собственно, вариантов практически не было. Либо автослесарь, либо сварщик. Но я такой думаю, ну тачки же у всех есть, пойду на автослесаря. А тебе сколько лет было? Мне 16-17. 17, наверное. Ну типа мест не было, и меня взяли на сварщика. Вот. Я пошел на сварщика вообще. Не хотел, не интересовался, ничего. И самое что ужасное, я такой типа был гуманитарный чувак, и в колледже все, как это сказать, уровень интеллекта в среднем выше, чем в путяге, да? И уровень общего обыдления тоже выше или ниже. Ну как сказать, короче, там ребята чуть-чуть более светлые. Чуть-чуть поумнее, чуть-чуть по светлее, потому что, чтобы туда поступить, надо сдать экзамены, надо запариться, там. И как бы есть фильтр определенный социальный. В путяге этого нет. Ты туда приходишь без экзаменов, просто так. И я как бы пребывая последние там пять лет своей жизни в каких-то таких учебных заведениях, где все-таки надо было что-то делать, и, соответственно, там были адекватные ребята. Попав в путягу, я как будто бы вернулся обратно в пятый, в шестой класс, где можно было просто... Ну я учился в такой школе, где там в пятом, в шестом классе можно было грести, просто пока ты идешь в описание смотреть, спускаешься с третьего на первый, по дороге можно раз и грести, или два раза грести. Ну в общем, очень агрессивная атмосфера. И вот в путяге было примерно то же самое. Ну только там уже реальных драк каких-то не было, но вот эта атмосфера какого-то вот напряжения, она там прям присутствовала. Затем вот эти тиски, они многофункциональные, и, собственно, вот этот вот кронштейн, он самодельный, вкрученный в бетонный пол. Это все сделано для того, чтобы иметь большую жесткость. Здесь же мы делали тесты рулей, не знаю, если ребята не забудут ссылку вставить, где мы гнули их через безмен с 200-килограммовым усилием на одну ручку. Для этого всего нужен вот такой вот очень мощный узел. Здесь производится сейчас справка рам. То есть после сварки, точнее после прихваток, после сборки, мы здесь проверяем, насколько ровный задний передний треугольник, и довольно большими рычагами, вот, собственно, один из них, на нем даже где-то есть пометка, что это приблуда для правки рам. Ну оно настолько заработалось, что уже все это стерлось. Ну в общем, вот эта вот штука, довольно, кстати, нежная, она рамы не мнет, но выправить можно. Наверняка многие видели на видосах, которые я с завода снимаю. Вот, и для того, чтобы все это происходило быстро и уверенно, нужны очень жесткие инструменты. Потом тут есть еще просто рабочие тиски, в которых какие-то операции другие производятся. Честно говоря, тут можно много чего делать, но с такими губками и на этом столе такой фиксации, как на вот этом вот Иваныча, у него такое название, не получится. Ну просто рабочий шкаф со всякой фигней, со всякими, ну я не сказал бы, что фигня. Тут есть, конечно, на самом деле революционные, можно сказать, вещи для нас. Я не знаю, как там для других заводов. Но вот эта вот штука позволяет делать заведенные перья за 2 операции, за 2 захода. И по сомнению с тем, она на самом деле очень тяжелая, по сомнению с тем, сколько мы тратили на это время не раньше, это очень быстро. Ну и тут много всякой оснастки, которую мы сами для себя делаем. Это поверочная плита. Здесь рамы проверяются на ровность переднего треугольника, на соосность, точнее, подсидельные трубы рулевого стакана. То есть они же тоже могут гулять влево-вправо, когда заваливаться может и стакан, и подсидел, и перед тем, как раму обваривать, то есть сейчас она на прихватках, перед тем, как ее обварить уже полноценно, мы ее проверяем на соосность. Вот, и для этого используется эта поверочная плита. На ней, собственно, много чего проверяется, поскольку она для этого здесь и существует. Тут на всякие чертежи, опять же, перья, перья, перья. Узел такой, актуальный. Дальше это просто стол, тут чертежи, всякие какие-то такие просто рабочие моменты делаются. Здесь у нас есть пресс, но у нас, к сожалению, пока пресс не гидравлический, а механический. Он называется Corvette. Ничего общего он с этим автомобилем не имеет. Но вот сейчас он настроен под мостики. Наверное, если кто-то смотрел мой видос, как мы делаем рамы, то мы ставим вот в эту, опять же, это все самодельное. Сюда ставится лист металла, вырезанный лазером, в общем, по нужной форме. И за одно движение он превращается в объемный мостик, который мы с вами потом сейчас к крамам подойдем. Мы его там и застанем. Ну, как-то я в это дело все влился. И на второй год уже пошла реально практика сварочная. И мне стало интересно. Я как бы погрузился в это все. И одновременно с этим, это все как-то одновременно происходило. Я прекратил играть. Компьютерная игра. То, что купил велик. Велики я хотел купить сам по себе. А, то есть до этого ты не катался, грубо говоря. Не катался. Ну, в детстве там на аисте. Я купил велосипед в 18 лет. В 2007 году в феврале это был стелс-навигатор 770. Классный был велик. Одновременно с этим, как бы это все начало вытеснять компьютерные игры. Я читал интернеты по поводу велосипедов. И я учился на сварочках. То есть все это дело как-то вот так вот. Значит, все в одно объединилось. И я понял, что мне это интересно. Что я в этом что-то уже даже понимаю. И как-то все вот это материаловедение, все остальное как-то начало обретать какой-то смысл. Естественно, многие вещи мы... Я изучал потом уже сознательно, искал какие-то предметные вещи. Про термообработку, потому что у нас мало было. Протышки ничего не было. Про материаловедение у нас оно было. Но все равно так углубленно, как нужно было, чтобы разобраться в великах, у тебя не было ничего. Алюминий мы не варили, а в аргоне мы не варили. Но у нас был аргон, и можно было подойти к мастеру и попроситься. Ну, естественно, когда первые разы берешь аргон, у тебя вот так все дорожит, потому что там... Ну, потом поднимешься на сварочный участок, ты увидишь. Короче, это чисто практика. А когда ты варишь в основном электродом или газом, у тебя такой практики нет, руки трясутся, и шов говно получается. Через сколько ты так проучился? Три года. Три года. Я полностью закончил, я очень не хотел. Я хотел в конце кто-то опять бросить, как всегда. Но тут думаю, ладно, не буду типа родителей расстраивать, да учусь. И там тоже вот забавная была история, связанная опять же с моей карьерой гуманитарной, скажем так. Там каждый раз, когда ты косишь путяги, тебе надо объяснительные писать. Я писал объяснительные, в какой-то момент меня уже опять хотели отчислить. Мне, короче, надо было стопку написать объяснительных. Я думаю, ну это же так банально, в каждой объяснительной одно и то же писать. Я сел и накатал, короче, сочинение фейковое. Как будто бы я там ездил уже в дорожный музей, хотел стать машинистом. Ну, короче, придумал какую-то дичь. Эта дичь каким-то образом попала к учитель преподу, там уже препода литературы. Меня взяли с этой херней на конкурс, я там занял второе место. Ну, короче, как-то вот это вот все двигалось, и я понимал, что на заводе я оставаться не хочу, что я вроде бы как бы хочу мозгами зарабатывать, мне нравится кататься на велике, я пошел в веломагазин работать. То есть в 18 лет, выпустившись... После, да, обучения? В 19, по-моему, я выпустил, сразу пошел в Веломир работать продавцом. Все, то есть как бы... И здесь, собственно, опять же, какие-то металлоподготовительные работы осуществляются. То есть это пила ленточная, собственно, я думаю, объяснять не надо. Она не суперпроизводительная, но зато тихая и не грязная. То есть можно делать ей работы, не выходя за пределы цеха. Например, если говорить об абразивных пилах, или о какой-нибудь злой маките, даже с не абразивным диском, с твердоспалным, то все равно это будет невероятно шумно и невероятно грязно. У нас тут и так как бы очень мало места, когда здесь работают ребята, все друг у друга на головах стоят, поэтому ленточка, несмотря на то, что это не бюджетно и не быстро, это довольно актуальная вообще идея. Дальше. Это стойка, вообще вот это пространство, где происходит довольно большое количество, опять же, работ, связанных с правкой рулей. Поскольку рули у нас термообработанные, они после термообработки часто теряют геометрию. Это, к сожалению, неизбежно. Что делать? Править их. Если просто руль можно поправить в тех тисках без особых каких-то проблем, в принципе, да, можно даже это делать голыми руками, просто всем весом навалиться, то для того, чтобы поправить рули после термички, нужны такие вот рычаги. Если дело совсем плохо, то нужен газовый баллон, горелка и нагревание отдельных участков. Собственно, газ, вот он стоит, как при газовой сварке. Вот это, собственно, рулик, такой вид они имеют после термички. Это окалина. Так, что тут у нас еще интересного? Вот это шаблон для рулей, тот, в котором они проверяются. Но это шаблон одной из геометрии рулей. Соответственно, под каждый руль, если его тираж там больше 100 или 200 штук, нужно делать металлический шаблон, потому что деревянный шаблон неплохо держится, но при большом тираже, естественно, металлический руль, деревянный шаблон превращается в какаху. Вот, и приходится делать металлический. Но не для каждого руля это нужно, потому что бывают рули с маленьким тиражом, и вообще бесполезно делать такой, потому что все-таки это деньги. Вот, в том, что касается объемных мостиков, которые мы делаем на корвете, вот, кстати, один из них. Но они у нас в основном на всех рамах идут, в таком виде. Так, это самое, наверное, важное. Это стапеля, на которых собираются рамы. Опять же, мы их сами допиливали, то есть это не покупнина, не американский стапель за довольно большие деньги, а это, наверное, адаптация американского стапеля с учетом всех наших уже потребностей производственных. Тут много фрезерованных деталей, различных платформ, призм, которые облегчают нам сборку, уже исходя из нашего большого опыта, для того, чтобы не тратить время на лишние операции, на лишние правки, примерки, чтобы все, что можно было отцентрировать, можно было отцентрировать сразу же. Чтобы человек, который собирает, не тратил на это время. Это важно. Совершенно, когда мы говорим уже о каком-то серийном потоке. Тут вот просто заготовленные перья. Опять же, я так понимаю, это верхние перья. Так, тут еще один такой же стапель. Соответственно, параллельно собираются две рамы. Это могут быть как одинаковые рамы, так и разные вообще. Никакого значения это не имеет. Собственно, чертеж тут, чертеж здесь, для того, чтобы человек не отвлекался. Тут же происходит прихватывание рамы, поэтому здесь у нас сварочник раз, и вон сварочник два. Потому что это все нужно делать здесь же, не отходя от кассы. И здесь у нас часть готовой продукции висит. Тут, как вы видите, нету мостиков, они еще не собраны. Соответственно, затем ребята будут собирать, прихватывать, и потом уже отправлять эти рамы на обварку наверх. Тут вот здесь треугольники передние, еще без задних. Соответственно, всегда сначала собираются передние треугольники, полностью уравняются, только потом к ним привариваются задницы. Все это делается тоже здесь, но полноценная обварка происходит на другом участке, на который мы сейчас с вами отправимся. Но прежде надо еще вам трубогибочный участок показать. То есть, грубо говоря, во время обучения твое хобби в виде велосипеда не пересеклось еще во время обучения с твоей, скажем так, профессиональной деятельностью, точнее, с твоим профессиональным обучением. То есть это произошло ровно в тот момент, когда ты закончил свой университет, если так можно сказать, и пошел в веломагазин работать. Но ты мне лстишь, университет это ПТУ было. А, это ПТУ? ПТУ, конечно, у меня нет высшего образования. Все, понял. Оно могло бы быть, но не фортануло. Окей. Да. Сколько ты проработал в веломагазине после этого? В веломире я проработал два года, потом он закрылся. Потом я некоторое время пытался устроить себе литературную карьеру, у меня ничего не получилось. Ты писал книги? Не, я писал какие-то рассказы, какие-то миниатюры, полная шняга была на тот момент. Полная. Ты писаешь, самостоятельно сделать карьеру писателя очень сложно. А что-то осталось в цифровом варианте? Надо поискать, надо гуглить. Ну, там трэш. Я бы запостил бы в описании к видео, что-нибудь. Там такое вообще говно. Ой, боже. Как ты мой. Ну, и я еще это в интернете зачем-то выкладывал. Ну, молодость, она такая. Первый магазин был Веломир, а потом Валенбайк. Это второй был мой Валенбайк. Про Валенбайк, я думаю, стоит поговорить отдельно, потому что я думаю, что у тебя там не просто связано, насколько я слышал, что у тебя не просто работа. Не просто. Да, и вообще не просто консультант-продавец или что-то там вроде. А так мне 33. Высшего образования у меня нету. Я пытался поступить в кино и телевидение. В принципе, поступил на сценариста. Но я проспал экзамен. Потом я его сдал, но мне сказали уже тогда. Ну, тогда только на платное. На платное я не хотел. Ну, в общем. А YouTube когда у тебя появился? В 2013. Мой канал в 2013, а снимать я начал в 2010. Валенбайк. Этот рубогип, который мы сами сделали, он сделан исключительно под рули в данный момент. И мы потом такой же сделаем себе под вилки и перья. Почему так? Хочется все время добавить другое слово из ролика. У меня любимый мем это Дед Абемы. В общем, когда я говорю, почему так? Или кто-то при мне говорит, почему так мне хочется дать? Почему так? Вот. В общем, дома у меня постоянно цитируется Дед Абемы. Юля вообще уже тоже его волей-неволей выучила. Короче, почему так? Потому что трубогипы, которые представлены на рынке, либо дохренища дорогие, и под наши задачи все равно не идеально подходят. Либо говно. Ну, точнее, не то, что говно, а слишком универсальные, и из-за этого имеют большое количество люфтов. И вот парни сейчас как раз опираются на наш таро-трубогип, который я вам неоднократно показывал, рассказывал. Он имеет большое количество люфтов, и из-за этого не очень удобно работать. И плюс недостаточно регулировок для именно велосипедных приколов, потому что велосипедный руль это своеобразная совершенно вещь в себе, которая требует, соответственно, некоторых специфичных настроек. Обсвипы, бэксвипы, что все это поворачивалось, вот для этого здесь есть целая куча всего. Оно сейчас в постоянном процессе подстройки, вот, поэтому сейчас я вам продемонстрировать не смогу, тем более, я никогда не загибался, не занимался, правильно говорю, не загибался, не занимался гибкой труб сам. Поэтому трубогип, это я вокруг него хожу, всем рассказываю, но самое естественное, ничего на нем не делаю. вот, а старый трубогип, он вот перед вами, на нем мы до сих пор некоторые операции производим, но, естественно, тут как бы уже нужны доработки. Новые, нам нужно, во-первых, ролики обновить, у нас некоторые ролики с переходниками, надо делать свои ролики под каждую вообще трубу. В общем, гибкой труб очень нагруженный участок, вообще, скорее всего, мы еще одного человека отдельного просто поставим на эту задачу, потому что рули делаются огромными количествами, уже в год, можно сказать, несколько тысяч штук мы делаем. И это, естественно, полноценное рабочее место, которое очень-очень-очень сильно загружено. Раз уж мы заговорили про велосипедные магазины, про твою работу в велоиндустрии, давай вот найдем ту самую точку, когда ты пришел в МТБ. То есть, когда ты впервые в жизни столкнулся с МТБ, то есть, когда ты начал кататься не на стелс-навигаторе, а на чем-то таком, более трюковом, и когда это начало тебе приносить какие-то плюшки, даже не обязательно в смысле денег, ну вот, грубо говоря, тебе начали что-то подкидывать в плане продукта, или тебе это начало приносить конкретный денежный доход. Вот когда случилась та самая точка, когда ты встретился с МТБ-индустрией? Ну это широкий, широкий очень промежуток времени, то есть, контринник был в 2007, и уже в 2007 он трансформируется в трюковый велосипед. То есть, я недолго был контринщиком, хотя изначально, как бы я думал, что в велопоходу буду ездить на гибриде. Вот, смешно это все сейчас представлять. Да, ни разу не было в велопоходе до сих пор, спустя там уже сколько, 15 лет, вот. Короче, я из навигатора собирал сначала старкшутер, но он был совершенно непригоден для трюков, очень неудобный велосипед, потом я его стал превращать в старкгриндер уже на 24-х колесах, и на нем уже хоть как-то что-то можно было делать, какие-то трюки. И самая главная большая проблема была, то, что я вылез-то из-за компьютера, и физической формы не было. И как бы я не пытался прыгать, ничего не получалось, потому что физуха не позволяла. А велики говно, велики длинные, неудобные, тяжелые, и еще тяжелее было. Вот. И где-то только в 2008-м успел более-менее трансформировать, все уже работало в веломире, я уже общался с ребятами, которые тоже катаются. То есть с 2007-го по 2008-й происходила перестройка, прокачка физическая, и как бы уже начали получаться трюки. А в 2000, я уже поустроился в Alenbike, и там я не просто был продавцом, ну, сначала я был просто продавцом, но в какой-то момент я стал тим-менеджером BMX-команды Alenbike. Вот. И моих знаний уже было довольно-таки достаточно. Короче говоря, они были всеобъемлющие в том вопросе, что можно было уже и фотографа привлечь, и начать какую-то именно движуху, сказать, какие прорайдеры нам нужны, какие не нужны. Там много тоже забавных был историй. Вот. О том, какие-то были ребята, и почему они выпадали из команды. Ладно, не буду. И это тебе приносило уже какой-то дополнительный доход? Поначалу нет. Поначалу это бы просто респект, скажем так, от магазина, да. Это шлифовальный цех. Здесь у нас стоит еще один шлиф. Такой же у нас там стоит внизу. Еще один есть на пятом, потом вам покажу. Точило, с разными корщетками. В общем, все, что нужно шлифовать, шлифуется здесь. Такой грязный довольно-таки участок. Здесь надо работать, естественно, в средства защиты в очках и в противогазе или в какой-то маске. Здесь, собственно, зачистка всяких элементов под сварку, например. Вот после термички BMX-шток двухсоставной корона его, естественно, нуждается в том, чтобы быть зачищены перед сваркой. Ну и вообще, как вы знаете, у нас большое количество изделий, это сварка под лаком, в таком стиле они делаются, и, соответственно, тоже нужно очень много шлифований. Этот участок очень сильно занят. Многие нам предлагают перейти на галтовку, но как бы как это сделать цивилизованно с сохранением пространства и добиваясь такого же эффекта, мы пока не знаем, поэтому и не лезем. Любой технический совет, который вы пишите в комментариях, мы их все читаем, воспринимаем, но от, так сказать, теории до практики в реальном производстве, особенно с внедрением в уже какой-то отлаженный техпроцесс всегда сложно. Это всегда очень, как сказать, есть большая инерция, короче говоря, у любого производства, для того, чтобы что-то внедрить, нужно эту инерцию преодолевать, и нужно, чтобы это все было очень сильно замотивировано. И поскольку как бы со шлифованием у нас все отлажено, мы пока шлифуем. Вот, кстати, термообработное перо и остатки его термообработки можно увидеть по тем местам, которые зашлифовать довольно сложно. Ну и изнутри как бы тоже термообработанные трубы всегда видно в отличие от сырой. Ну и как вы видите, без перчаток я здесь протусовался буквально там пять минут, да, и все, я весь просто уже в металле. Но это нормально. На линвайке тех времен такая была атмосфера, что я для себя ее очень быстро понял. Тогда был как раз момент активного их роста из маленького магазина в гигантский магазин. Еще не в сеть, но уже в гигантский магазин. И там было так, что ты типа либо работаешь, либо проще уйти. Вот. И я занял более активную позицию, и за счет этого как бы там я быстро стал старшим продавцом, тем-менеджером. И вот уже будучи тем-менеджером, в какой-то момент мне там прибавили немножко зарплату за тем-менеджера. Ну, в принципе, когда ты работаешь в магазине, ты можешь там запчасти со скидками брать или по закупке. Вот это вот все было. Но это нельзя сказать, что кто-то другой этого был лишен. То есть тем-менеджером я стал по как бы своей инициативе. Вот я привел фотографа, который впоследствии стал видеооператором, а сейчас это очень такой высокооплачиваемый рекламный режиссер Никита Пугачев. Вот он как бы сделал, начал свою карьеру с моей подачи и в оленбайке. Он был штатным фотографом, оператором. И впервые именно заработать какую-то плюшку в плане общественного какого-то внимания и именно денег, связанных не с работой за прилавком и не тем-менеджерство получилось, когда Артем Елисеев, директор оленбайка тех времен, он посмотрел на кого-то из московских, по-моему, коллег. Не помню, кто первый это сделал. Видеокаталог, кто первый сделал. А это когда показывали на видео весь ассортимент велосипедов магазина или что? Ну, типа, будет, грубо говоря, там, вот я беру там велосипед, стос-навигатор и минутный ролик про навигатор. Велострана это была или кто? Скорее всего, наверное, Велострана. Вот Артем это посмотрел, говорит, типа, я хочу так же. Вот, Никитос у нас был оператор, мы там где-то надыбали радиопетлю, потом ведущим должен был быть Алексей Пирокаев, а я вторым ведущим. Я в тот момент уже попал в немилость и мне там гонорар за эти все съемки урезали. Ну, я все равно был очень человек производительный и говорит, на камеру я умел, и мы за ночь могли там снять 50 видосов, там изи просто. Естественно, из них 100 это брак, точнее, как сказать, мы снимали 150. 50 снимали, 100 брак. 100 брак, да. И так каждую ночь. А я еще был старшим продавцом, я еще мог там сам выдавать зарплату за это все. Ну, то есть, это было люто. Вот, за это мы потом получили по шапке, в общем, всех привилегий были лишены. И в этот же момент был переломный такой период, когда ребята снимали видосы для команды, а я как бы как прорайдер не такой был сильный. Вот, я хотел халту всегда снимать, я хотел какую-то пользу принести, я был одержим этой странной идеей, и я не мог найти мятных халту по трюкам. Вот, и первым халту было это, как сделать, барспин, вот, и тогда это был разрыв, конечно, потому что конкуренции не было, а никто не снимал, у людей горели пердаки, что я про это снял, а не они, и там, я помню, что ко мне подходил один прорайдер, BMX, и говорю, типа, вот, ты там, не все, главный секрет, ты не рассказал про барспин, я такой, ну ладно, не рассказал, не рассказал, потом я смотрел его видос, и чувак, как бы, другие секреты не рассказал. Ну, да, ну, как бы, для тех, кто в теме трюков, как бы, в халту для новичка, говорится, вы либо учите барспин с радиуса на стол, либо с подката на плоскач, ну, то есть, вот такого уровня, как бы, безумие творилось. И вот с этого момента я, как бы, получил огромное внимание от аудитории, и я, наверное, собрал, раньше это все гораздо началось, X-Bikers велосипедный сайт, форум, форум, самый первый, самый классный форум, где можно было найти обучалки по трюкам, и я там писал статьи в 2008 году. Это когда у тебя было вот этот вот писательский взлет? Ну, хотелось писать художественно, но получалось технически. Я писал про то, как собирать стрит-юриспеды. Стрит-гост такой был, стрит-гост. Вот, я задал такой тренд, его потом много лет подряд, там, ребят повторяли, я написал, наверное, два или три года подряд этот гост, потом другие ребят подхватили. И я там описывал просто, типа, вот заведенные перья, это там, посмотрите, вот так норм, там, вот не заведенные, это плохо, там, вот это нормально, там, вам нужна плюс-минус такая геометрия, такие вот втулки перечислял. Но это было просто, грубо говоря, на тот момент в интернете ничего не было про это толком. То есть статьи «Веосипед для стрита» не было. Вот. И у БТБшников это была большая проблема. И я как-то это все каталогизировал, систематизировал, вывалил это все в интернет. У меня тогда на X-Bikers появилась стартовая аудитория, у меня было много репутации и много друзей на X-Bikers. И потом, когда я выкладывал, уже начал на YouTube свои «How to», у меня уже был кто-то, кто знал, кто я такой. X-Bikers, ВКонтакта. И вот эта стартовая аудитория, там, первые, там, 300-700 просмотров, вот они у меня уже были. То есть я не появился, как ноунейм, там, 10-20-30 просмотров, когда ты сидишь такой, не понимаешь. Это перевалило аудиторию. А сразу. Да, да, сразу был какой-то такой... Костяк. Костяк, да, который помог мне почувствовать себя востребованным и все, и дальше уже понеслось. Это наш второй участок, по факту третий, потому что он турбогиб, можно сказать, формально второй. Здесь происходит сосварка и, в том числе, естественно, хранение и сборка. Вот у меня в руке рама Никиты Фоминова, промодель, лаунчер. Я надеюсь, что мы сегодня Никиту, кстати, встретим в скейт-парке, он в Петербурге сегодня. Можно будет взять у него пару слов. В общем, вот так готовая продукция выглядит. В общем, российская порошковая покраска вполне себе годная, с учетом того, сколько лет мы занимаемся ею. Жалобы, ну, жалобы есть, конечно, жалобы есть всегда и на все, но в общем и целом покраска хорошая, при том, что она потолще, чуть-чуть, чем тайваньская, соответственно, держится это все прилично. Качество сварки, я думаю, вы сами можете оценить, если будут макропланы от ребят, можете любую тайваньскую раму взять, просто сравните. выводы на нашем канале вы делаете сами. Ладно, это все отсылки к мистер Пи. Что тут еще можно сказать? Вариантов цветов очень много, но мы сейчас стараемся эту палитру сужать, потому что, если честно, давать людям выбор из 14 цветов это очень круто, и это вызывает респект, и все такое, но некоторые цвета дают сбои, и там, например, вот рыжий лак, в который мы Михалычу закатали раму, он очень плохо себя показал, просто отваливается кусками, бывает один и тот же цвет хорошо себя показывает или плохо, то есть, как будто бы от партии краски очень сильно зависит, и поскольку покраска у нас на аутсорсе, мы не можем на 100% ее контролировать, это очень сильно раздражает, и мы стараемся выбирать гарантированно крутые решения, то есть, прозрачный глянец нас не подводил, там прозрачный, фиолетовый, я вам попозже покажу ее целиком, тоже супер хорошо себя показал, и вот как флагманская рама парковая, она, собственно, в двух цветах выходит, прозрачный глянец фиолетовый, хотя Фома почему-то захотелся белую раму, ну вот как так, я не знаю, почему так, вот, фишка этой рамы в том, что она весит 2,2 кило, на кастом баттинге, который я вам там внизу показывал, мы его заказывали, заказывали не в России, не знаю, как теперь будет с поставками, но я думаю, что все как-нибудь получится, но тем не менее, как бы российская рама, BMX 2,2 кило, ну вообще, если вы рынок прошерстите, ближайший конкурент весит 2,280 в такой же Ростовке, если мы возьмем рамы, которая в России уже не возится, Total тот же, то самая легкая там будет в районе 2,180, это заявленный вес, какой фактически мы не знаем, и, соответственно, ценник за Total будет там стремиться к 35-40 тысячам рублей, а эта рама, ну пока что, все еще 25 стоит, при том, что у нее есть по жизни гарантия на трещины, тут же у нас готовые рули, и в принципе, как бы мы стараемся тут как-то компактно размещать все наше богатство, и вот именно недостаток складских помещений сейчас наша проблема основная, я об этом тоже как-то рассказывал, ну понимаете, просто типа, и просто содержание площадей в такой локации довольно накладно, поэтому мы пока все-таки пытаемся как-то ужаться, ужаться, справиться с этим неким кризисом и двинуться дальше, вообще здесь сварные участки, три штуки, вот собственно, они все выглядят примерно одинаково, варимые варгони, какие еще, собственно, могут быть варианты, вот стоит продукция, полуфабрикаты, все тут опять же ею завалено, идет постоянно работа, но сейчас не идет, потому что мы приехали с утра пораньше, вот, ребята работают в масках хамелеон, тоже не китайских, притом, а за хорошие деньги купленных, потому что, чтобы класть хороший шов, надо, чтобы тебе ничего не мешало, так, потом вот еще тоже, но новинка, новинка хотел показать, и по, и по пожаловать, заодно на жизнь, вот видите, направляющая для тросика, ее пришлось фрезеровать, потому что литых мы заказать не смогли, здесь нам лить не захотели их, потому что слишком они задрочные, вот, и пришлось из прутка фрезеровать направляющие для тросиков, но это, конечно, дичь, это дичь, это дорого, но это забавно, кому-то попадет такая рама в руки. Когда ты пришел к той точке, своей жизненной точке, когда ты решил создать свой бренд, я не говорю пока про создание своего велосипеда, а именно создать свой бренд, или появился сначала велосипед, а потом бренд, либо бренд сначала, потом велосипед, когда ты пришел к этой точке, вот в том числе к этим трем заветным буквам под названием ТСБ. Ну, буквы появились, когда я YouTube-канал завел, то есть, это был Tony's T-Block, просто тогда не очень было понятно, как себя называть на YouTube, я там Антон Степанов, Антон Степанов, но как-то хотелось это сократить, вот, и почему-то пришла идея в голову сделать Tony's T-Block. Это твоя идея? Да, это моя идея. Потом одновременно с этим, там, это был 13-14 год, я писал свою книжку по велосипедам, вот, она там тиражом 500 экземпляров вышла, 500 экземпляров, небольшая была, вот, и там тоже про трюки, это, по сути, был этот стрит-гост, перенесенный на современные реалии, да, в книжку, вот, и она была Tony's T-Block, ну, все понятно. Нормально. Как вектор развития, мы поняли, да, о бренде, я думал давно, ну, то есть, я уже там понимал в геометрии, понимал в материалах, что-то, я не скажу, что много, но что-то уже понимал, и с 13-го по 14-й год, я же работал, начал работать с брендом Автор, через представительство в России, компанию Maxim, вот, и я сначала просто продавал их велики, у меня поскольку был там ВКонтакт, и я просто общался с ребятами, и когда меня кто-то спрашивал, какой велик там можно взять, вот у меня там была возможность предложить им велосипеды Экзе, автор, вот, тем более, что я тогда, по-моему, первый тест-драйв на них снял в конце 13-го года, вот, и велик был годный. Вот, собственно, так они выглядят в готовом виде, они реально сделаны из стального прутка, и все, потом просто этот пруток разрезан на кусочки. Вот к чему тормоза приводят, я предпочитаю брейклист, естественно, и вот, все, все, что брейклист, тем меньше проблем. Это второй участок, тут он даже книжку, кто-то читает, Чарльз Буковский, женщины, о, смотрите, какая у нас тут питерская атмосфера, понимаете, да, я сейчас не ожидал, не ожидал. Я время от времени кого-нибудь из парней вижу, там на перерывах или на перекурах с книгами, ну вот, что они читают, только сейчас узнал. Короче, есть такая штука, что в Германии говорят, что они производят хорошее оборудование, машины и так далее, только по одной причине, из-за того, что они читают древнегреческих философов, Аристотели и так далее, в школе это является официальной программой, что они должны изучать философию, и только по этой мысли они имеют широкий кругозор, поэтому твои сотрудники расширяют кругозор, тебе выдадут идеальный продукт, а на не поздно. Да, ну тут, собственно, еще одна маска, это уже другой немножко бренд, но тоже хамелеон, тоже хороший. И третье место, собственно, здесь работает Семен, у него элитная маска, видите, какая расписанная, закастомизированная очень сильно. Вот. Тут всякие прибуды рабочие, типа там зажимов интегрированных до пропила, они тут лежат, полуфабрикатики такие. Тут можно найти косынки, всякие прижимы, ну, в общем, просто полноценное рабочее место сварщика, который занимается рамами. Это вот штука для того, чтобы мостики закреплять, вставляется в дропауты, и поскольку рамы разные, мостики разные, здесь есть регулировки, чтобы все это дело фиксировать. Это все, опять же, самопал. Все, все, все устройства и вот такие чашки тоже с халфминком. Все самопал, все производится здесь. Вот тоже вещь, которая у нас скоро закончится, тормозные боссы. Опять же, все, что связано с тормозами, это зло, потому что геморо целая куча, куча лишних запчастей, куча лишнего веса, поскольку съемных брейк-маунтов у нас нету. Человек, который хочет там раму под тормоза, мы ему делаем раму под тормоза индивидуально, соответственно, снять он их потом не может. Ну, короче, тормоза это зло. Тут еще целая куча готовой продукции. Вот, кстати, лаунчер в фиолетовом лаке, в самом классном трендовом цвете этого года. Кстати, лаунчер еще такая фишка, что у него серийник пробит на косынке снизу. Тоже такой прикол. Вот, наверное, плохо видно. Ну, да, мы упоролись, и небольшая партия будет в таком виде. Понимаете, у нас есть возможность лимитировать чуть ли не каждую там микропартию, то есть можно какой-то делать прикол. Вот, но с учетом того, что мы все-таки превращаемся с каждым месяцем все больше в такой классический завод, в плане того, что мы делаем много одинаковых вещей, для того, чтобы это все дело оптимизировать, конечно, от каких-то муличек отказываться приходится. Но, я думаю, мы как-нибудь это дело решим, либо, может быть, какой-нибудь делать индивидуальный дизайн для каких-то лимитированных вещей, потому что сейчас у нас стандартный фрезерованный логотип, вот, и он, конечно, выглядит прикольно, когда ты знаешь, что он тут есть, когда ты близко подходишь, но издалека ни хрена вообще не читается, и та же белая наклейка просто закатанная под лак, чтобы ее нельзя было оторвать, мне кажется, с точки зрения узнаваемости бренда гораздо более интересная вещь, можете в комментариях написать, что думаете, а так тут еще и внешний батенька с примечательного, мы его показывали много раз, собственно, очень доступный бюджетный инструмент, но единственное место, где его можно применить, это подседельная труба, потому что нагрузки нет, все остальное чревато неприятностями, мы пробовали. А это про модель Антона Шебека, рама наша с подковой, с BMX-подковой, вот, тоже такое эксклюзивное довольно-таки решение, такой подковы ни у кого нет, все делают ли ты, подковы, я ничего не могу про них плохого сказать, у кого-то они ломаются, у кого-то они хорошо сделаны, но с точки зрения того, чтобы выделиться, вот такая вещь, конечно, мне кажется, более удачное решение, потому что литые подковы есть у всех, такой штуки брутальной нет ни у кого. В общем, довольно популярная рама, наверное, наша самая популярная BMX-рама сейчас, потому что она стритовая, с очень злой геометрией, у нее 75-75 рулевая, 12,4 перья, и катается на ней тоже очень злой прорайдер Антоха Шебека, чувак делает невероятные вещи, спек, собственно, такая короткая геометрия, как раз-таки для этого и нужна. Я после лаунчера держу ее, она мне кажется просто гигантской, хотя когда ее спектно не собираешь, такого эффекта нет. И тут тоже прикол, серийники на косынках и на вот этих, на мостиках, тоже небольшая лимитированность некая имеется. Вот сейчас мы ко автору вернемся, просто вопрос, даже знаешь, в чем заключается, вот у тебя появился бренд Tony Step Block, ну, ну, самый твой первый бренд. Следующая твоя точка была книга, Tony Step Block, а дальше Tony Step Block, правильно? И вот до того, как ты пришел к точке Tony Step Block, у тебя был период, связанный с брендом After. Да, да. И, то есть, грубо говоря, твой бренд, ну, прежде чем мы перейдем к производству велосипедов, нужно отметить также такой кусок, как вот работа с брендом After. Расскажи, пожалуйста, это чешский бренд, правильно ли мы понимаем, который представлен в России, компанию, которую ты назвал Maximum. Да, Maximum. И ты работал как торговый представитель или как? Как бренд-менеджер. Ты работал как бренд-менеджер? Да и сейчас работаю. Мы с ними сотрудничаем очень давно. Первые наши рекламные ролики, креативные, там, с какими-то стебами и приколами, мы снимали с ними и экспериментировали. Вот. То есть, с «Саленбайком» мы начали снимать «Халту». Вот. Это был очень хороший формат. После того, как я за «Саленбайк» ушел, мы с Никитой Пугачевым предложили этот формат максимуму. Создать для них канал, вести для них канал. И он есть. Он где-то есть, да, в интернетах. Надо будет найти. Там есть много забавного материала. Вот. И мы снимали. Потом мы снимали с Александром Поповым для автора, опять же. И это все было до моего бренда. То есть, изначально мы, у меня не было канала и не было какой-то площадки моей. Мы все время делали канал для кого-то. То есть, там, с Никитой мы делали для «Аленбайка», потом с Никитой мы делали для автора, для «Максимума». Потом уже с другим оператором и режиссером мы снимали для них. А потом, в какой-то момент, я понимал, что тогда YouTube вообще не работал. То есть, в принципе, толку ноль было. Практически. Это было прикольно. Это было творческое самовыражение. В сезон можно было заработать каких-то денег. Но, по факту, и непонятно было, как этот трафик куда вести. Тогда даже у этого, у «Максимума» не было интернет-магазина, куда можно было набрать трафик. Увидеть его. Эффект увидеть, измерить как-то. Вот. Просто продажи шли, и вы видели, что что-то идет. Что-то идет, да. И вот в конце 2013 года, в конце очередного сезона съемок вот этих постановочных видосов рекламных на канал для «Максимума», я понял, что нужно менять формат, что мы сейчас загнемся. В следующем году с такими просмотрами мы ничего не получим, никаких заказов рекламных. И я решил, и мне в тот момент уже очень хотелось самому снимать обзоры на велосипеды. Орать там, угорать с них, вот это все. Потому что велосипеды вокруг были просто трешовые, невероятные. И кто-то там может меня совершенно справедливо причесать, что я сначала прошелся по всему рынку, всех смешал с говном, потом начал делать свои велики. Но, понимаете, видя то, насколько сильно изменился массовый велосипед с того момента, когда я начинал о них говорить, и сейчас. И мне кажется, в лучшую, в лучшую. Эффект реально есть. Сейчас, чтобы найти очень плохой велик, зацепиться за него и сделать этот контент, очень сложно. И я считаю, что отчасти в этом есть и моя заслуга. Потому что вот эти бренды, о которых ты снимал видос, псевдонероссийские, псевдонероссийские, всякие канадские, германские и так далее. Я тоже, я очень был рад посмотреть этот видос твой. Реально, респект. Потому что люди-то смотрят, они отчет отталкиваются. И когда там люди по 50 раз про заведенные перья говорят, про это сидел, чье это влияние было. Потому что раньше это вообще никого не ебало, эти перья. Я как-то в одном видео сказал про заведенные перья, мне все начали в комментах писать, блин, ты Антон и Степанович. Да, 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 да. Это менум Старо, понимаешь? То есть это, ну, это определенный вклад уже, который не вычеркнуть. И вот от огромного желания пошли эти все видосы. Ну, то есть, грубо говоря, вот был канал, посвященный, ну, точнее, он и есть, посвященный велосипедам автор, где ты делал какой-то контент. Да. И в каком-то году, а именно в 13-м году, ты подумал, все, это следующая точка, куда я хочу идти, потому что я хочу угорать по полной, и я создаю свой канал, ТС, ну, Антон Степанович. Да, 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 Тони Степблок. Да, Тони Степблок. И вот с этого момента пошла следующая твоя историческая цепочка. Окей. Не, мы не эксперты, но она, очевидно, вообще неплохая. Мы стараемся вообще не распыляться. Сколько производится рам в год? Короче, мы приехали в скейт-парк на школьную улицу. У-у-у.